Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Слушай, вчера прислали видео И человек спросил, а где правда, а где ложь? Прислали именно видео Да, прислали видео, и тебе сейчас дам послушать Отличие хотелок от любимого дела, сразу скажу Хотелки – это то, что хотим мы А любимое дело – это дело, которое приносит пользу другим А где подмена? Если ты любишь кататься на горных лыжах, то это твоя хотелка. Ты можешь этим заниматься, но какая польза людям от этого? За исключением случаев, если ты хочешь в горных лыжах стать спортсменом, олимпистом, чемином и так далее. Но если ты просто любишь заниматься горными лыжами и не планируешь быть там супер-супер лыжником, то это просто хотелка. Вот это важно понимать. Хотелок много, любимое дело, как правило, одно. И еще одно отличие. Хотелка не обязательно приносит пользу людям. А любимое дело обязательно в том, что приносит пользу людям. Все, тебя нет. Ну смотри, какая подмена. Хотелки и любимое дело разнесены по разным плоскостям. На самом деле нельзя называть хотелки. Это твои желания, это твои потребности, это твой интерес. Он может быть распределен. Но здесь есть момент, когда он прав. Есть моменты интереса, которые приносят деньги и которые ты можешь конвертировать. Есть, которые ты не можешь конвертировать. Просто здесь он поставил во главу угла служение людям. Служение, да. Именно. И вот если разделить. Давай разделим на две части. Все, у тебя нет. Первая часть – это все, что связано с твоими желаниями и интересами. Вторая часть – это связано с твоим служением людям. Вот эти две части мы разнесем и каждую рассмотрим отдельно. Если у тебя есть желание, и ты называешь это хотелками, и чем это отличается от целей и от интересов. То есть конвертируешь ты или нет. Да, не все желания ты можешь конвертировать. Но есть желания, вот смотри. Есть желания пустые, есть желания результативные. Назовем это так. Есть твое желание, например, когда ты просто тупо садишься там в машину и устраиваешь покатушки. Вот просто ты ловишь кайф от жизни. Вот есть это, когда ты выбрасываешь адреналин и так далее. И казалось бы, ты впустую прожигаешь время. Это неэффективное действие. Если это действие тебе надо для того, чтобы выйти из депрессии, привести свое здоровье в порядок, выбросить, например, накопленный гнев или еще как-то разрядиться, просто расслабиться эмоционально, то это же уже результативное действие. То есть результативность своей хотелки определяешь ты. И это могут быть не только деньги. И служение людям мы рассматриваем отдельно. Пока мы хотелки отделяем от интересов. И это может быть тебе интересно разово, но ты можешь это конвертировать и стать автогонщиком. И ты тогда на этом начнешь зарабатывать. Где здесь люди? Это не имеет значения. Есть ты, ты разбираешься с собой, не с кем-то. И любую хотелку в принципе можно конвертировать. Казалось бы, не все ты можешь конвертировать. Ты не до всего можешь додуматься, как конвертировать. Потому что на ту же самую автогонку мы сейчас посмотрели под разными углами. Возьми точно так же любое действие. Другое. Вот у человека хотелка ходить по утрам, пить кофе куда-то. Ты только тратишь деньги и на понтах спускаешь, накачиваешь эго. Вот я еду в центр города попить там в известной кофейне брендовое кофе. Это, казалось бы, пустая хотелка. И она не наполнена содержанием. Нет в ней сути. С другой стороны, разверни свое внимание и посмотри. В это время ты можешь опять-таки, давай про эмоциональный стресс, про разгрузку. Один момент. Второй момент. Туда собираются такие же, как ты, где ты можешь установить связи. И это может служить. Третий момент. Ты рассматриваешь открытие собственной кофейни. Тебе надо изучить спрос, как пьют кофе утром, днем и вечером. Третий вариант. И пошли. Мы в любом деле можем хотелку превратить в бизнес, если нам это интересно. Если нам это интересно, мы туда едем и это делаем. Но если мы вздыхаем от скуки, то мы ничем не наполняем. И тогда это будет просто зияющая дыра, которая забирает деньги из твоего кармана и раздувает твое эго, которое в конце концов лопнет и наполнит твою жизнь дерьмом. Вот мы разделили. Отделили тебя от служения людям. О служении людям у этого товарища. Он на самом деле очень много грамотных вещей говорит. Мне очень нравится его слушать. Он очень много мудрых вещей говорит. Ничего не скажешь. Наверное, один из лучших спикеров все-таки. Но вот здесь идет подмена. И это подмена на религии. Конкретно. Я услышала конкретно. Конкретное служение людям на религии. Ты хороший, ты должен служить. Ты хороший мальчик. Поэтому его бизнес и прогорал. И он терял деньги и так далее. Ему его отражение все время пыталось достучаться и сказать. Мужик, отвянет религии. Возьми ответственность. Верни Бога домой. Перестань распыляться. Перестань распыляться. Потому что в тот момент ты уже имеешь весь мир. Ты имеешь все, кроме Бога. И тогда тебя надо обнулить. И давай собирай его снова. Чувак, потому что ты не хочешь его пустить домой. Он к тебе стучится. Говорит, пусти меня. А ты не хочешь. Куда ты меня гонишь от тебя все дальше и дальше? Да, я тебе дал все. Я тебе дал семью. Я тебе дал детей. Я тебе дал деньги. Я тебе дал бизнес. Я тебе дал землю. Я тебе дал путешествие, я тебе все дал Но кто этот я, который тебе дал? Почему ты этот я, дающего я Выкинул из себя Отдаешь, раздаешь просто, да, выкинул Это я дал, я, я Подойди к зеркалу и скажи я Вот я дал Увидь себя, да Увидь себя, посмотри себе в глаза И тогда у тебя отпадет служение людям Останешься ты, и Бог вернется домой Вот ему не хватает вот этой Потому что у него слой религиозных программ Потому что вынесена сила из себя Вынесен Бог Вынесен Бог И поэтому его и каждый раз разворачивает И носом Не понимает И слава Богу, что он записал этот ролик Может быть увидит и развернет А для того, чтобы услышать Много не надо, подойди к зеркалу Посмотри себе в глаза и скажи Я дал тебе все И увидь, кто тебе дал все Посмотри себе в зрачки Знаешь, фраза даже Я никому ничего не должен Я должен только себе Это на самом деле фраза, которая Наимудрейшая Но только человек ее воспринимает Через жадность Все И теряет себя На самом деле все так просто Все просто Заметь Мы сейчас с тобой что сделали? Мы сейчас с тобой сделали вдвоем Мужскую работу Мужскую Не женскую Женщины должны были все свалить в кучу И заплакать сверху И заплакать Сказать Что теперь с этим делать? Мы взяли подход мужской Разделили и показали Вот и вот И показали это мужчине Кстати, вопрос присылал мужчина По сути Вот, видишь По сути своей На самом деле Это и есть задача женщины Показать И дочке И сыну Разложить Показать Как есть это Как есть это Но для этого должна быть Женщина свободная Свободная не в плане Как сразу скажут Ааа Это не заложен Не об этом А именно Свободная внутри Женщина счастливая Целостная Потому что именно Женщина дает жизнь И мальчикам И девочкам Мудрая женщина Да И тогда все Настолько просто Просто тогда Кайфуй от жизни Кайфуй Наполняйся Путешествуй Развивайся У тебя есть все Я дал тебе все Я У тебя другое я Видишь Я дал тебе все Развернись Посмотри С позиции Отражения Своего И произнеси Те же слова И ты будешь То же самое Слышать Возьми свой Коран Или Библию Что ты там читаешь И прочти Это с позиции Я Бог Да Я Бог Я все это создал Но знаешь Если прочесть Это все с позиции Я Бог То в какой-то момент Ты охренеешь Охренеешь От той чуши Что там написано И от тех подмен Что там написано Да Подмен Это один момент Второй момент Ну просто Реально Когда кто кого убил Чьих сыновей Ты начинаешь Вникать в суть И кто как имущество У кого отбирал Из-за того Что тот не захотел Там верить И так далее И где там был Огонь и меч Это безумие Это на самом деле Набор слов Для умалишенных И человек продолжает Знаешь что Вот ржач подсознание Дал толстую книгу Которую Ты поленишься Прочитать целиком Просто поленишься Ты поленишься Вникать в суть Потому что она Оттуда убрана И ты будешь Нести ее Свято ей На эго И верить Что И эта книга Помогает тебе Выносить Бога Потому что она Материальна Прикинь Это вообще Это такой стек Подсознание Вообще Когда смотришь на это А ведь так Создателя и вынесли На носилках Ладно еще Бога Человек пытается Кто-то пытается В себя вернуть Да Это один контур А ты дальше На создателя выйти Ты как создатель Ведь что такое Бог Бог это подмена Если у нас есть игрок Если у нас есть наблюдатель Игрок это ты играешь Непосредственно в игре Твоя личность пошла играть Наблюдатель Это тот кто Тот твое восприятие Которое ты можешь Натренировать Ты наблюдаешь за собой За своими проявлениями Поведениями У тебя есть критическое мышление Да Вот тебе Ум тебе помогает Эту функцию запустить А кто такой создатель Давай мы создателя уберем И поставим сюда Бог Замену Замену Если создатель Понятно Что его функция создания То Бог Какая функция Уже непонятно Три буквы ввели Вот оно кстати Да Вот оно Это бельмо в глазу Бельмо в глазу пошло Слепота пошла Вот Введи Три буквы непонятные Вместо нормального слова И мы уже не говорим О функции создателя Да Ты уже спишь Но самое главное Что вот этот вот Бог В гипнозе Он-то получается Днем полностью отсутствует Потому что днем Ты никогда не бываешь В этом восприятии Ты либо играешь Как белка в колесе Тарабанить Ты-ты-ты-ты-ты Я служу людям Я служу-служу-служу-служу-служу Молодец Хороший мальчик Я когда-то услужу Когда-то Либо же Я наблюдаю Какой-то мальчик Отбирают деньги И он там проваливается Подожди Но этот мальчик Все создал Своим сознанием Более того Степ какой У психики Ты смотри Сколько ты бизнесов создал Ты посмотри Сколько ты развил Ты посмотри Сколько ты сделал Это не ты создавал В материи Это Бог создавал Нет, это Бог создавал Дал мне Бог Бог не дал Ты прикинь, как подсознание ржет Говорит, ну ладно Тогда старей и болей Поэтому подсознание Мы же тобой часто это видим Хочет по башке Инкарнация Постоянно бить, бить Потом добить это в инкарнацию Да, поменять тело Ну, может быть, в следующем Будет удачный заход И ты все-таки Вот эту третию Человек делает, делает, делает А по итогу спроси Кто это? Бог дал мне И где тут Как ты говоришь Мумба-юмба Племя Да, да И попробуй в этом племени Мумба-юмба Вот эти вещи объясни Ох Ты оскорбил Мои религиозные чувства И верования Подожди А ты мои не оскорбил? Угу Тем, что не хочешь Вообще головой думать И ты создателей С себя вынес И вообще не хочешь Эту опцию С себя включать Слушай, где разум? Ты говоришь о разумности Где разум? Если ты Самую главную Функцию У себя блокируешь Выносом Бога Хотя при этом В материи Ты это делаешь Тупо делаешь И тебе материя Это постоянно отражает На, создал Рассоздал Как это вот Как из конструктора Собрал домик Разобрал Собрал и разобрал Ну блин, ну когда Ты же уже поймешь Что это твои ручки Собирают И разбирают Что я единая Единая всех Да И когда тебе надоест Вообще одно и то же делать Да И все никак не соображать Очевидно Очевидно Стоит всего лишь Только глубже нырнуть Просто открыть глазки И посмотреть на все Разумом А не умом Даже не про ум На самом деле Тут Тут убрать Религиозную подмену Просто снести в подсознание Религиозный пласт Религия Это то бельмо Да На самом деле Все просто Я думаю мы ответили на вопрос Религиозный пласт Религиозный пласт Религиозный пласт